Масклические места – это красное устроение, красное связывающее в обновлении мира. Не видит, связанная на нашу обновлении мира, героя, героя-теманата, который ушёл из злого, проживающего космоса, и совершил, что у нас древний, но всё в связи с людьми, которые будут продолжать. С этих слов героя России, лётчика-испытателя Анатолия Андронова, стартовал ежегодный спортивный кросс «Космическая верста». Мероприятие состоялось в рамках гагаринского забега в универсальном спорткомплексе Подмосковья. В этих соревнованиях принимают участие школьники городского округа Щёлково. В этом году на одной площадке собралось около 200 ребят разного возраста. Ребятам помладше нужно было пробежать 400 метров – это два круга. А тем, кто постарше, предстояло преодолеть один километр – пять кругов. Юные спортсмены пришли попробовать свои силы в космической версте, в отличном расположении духа и с явным настроем на победу. Мне кажется, у нас детки в Щёлково занимаются и учатся очень хорошие, позитивные. Они приходят, посмотрите, с хорошим настроением. Они друг друга поддерживают. Они на позитиве. Мы расспросили ребят, которые уже пробежали свою дистанцию, об ощущениях и полученных в процессе забега эмоциях, а также поинтересовались, почему они решили принять участие в этом спортивном состязании. Очень сложно было? Ну, не особо. Мне кажется, что я не выложилась. Мне надо было чуть-чуть быстрее. Это необычные соревнования, и на них очень интересно поучаствовать. В том году и позапрошлом я на них не попадала. Мне было безумно обидно, потому что всегда хотела бы участвовать. Для развития, именно для себя развиваться, попробовать что-то новое. Это прекрасно, это хорошо. Награждение участников, которые продемонстрировали лучшие результаты в кроссе «Космическая верста», пройдет в мае. Ребятам вручат почетные грамоты, а также специальные космомедали с изображением Юрия Алексеевича Гагарина. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.